Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый вечер. Если я вам сейчас задам вопрос. Хотите ли вы преуспевать, разбогатеть, стать успешнее, достичь вершин в карьере своей компании и стать крутым сетевиком, который демонстрирует всей своей жизнью настоящий образ жизни сетевика? Полно денег, свободен, ну и так далее. Я думаю, что все скажут, да, я бы так хотел. Да, это моя мечта. И так и будет. Многие говорят, так и будет. Когда я спрашиваю своих людей вот об этом, основная масса говорит, все, класс, у нас супер бизнес. Олег Грифов, у нас супер бизнес. Все, 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 мы богатые. Мы разбогатеем. Мы, мы, я, мы. У меня план такой, к такому-то стать тем-то, тем-то, заработать столько-то, столько-то. И это хорошо, если у человека есть такие планы. Но реальная жизнь вносит свои поправки, коррективы. Сегодня человек просыпается с мыслью, наконец-то, начать. И вместо того, чтобы выполнять свою работу, а работа эта, из списка своих знакомых, людей, которые у тебя постоянно пополняются в своем арсенале, потенциальные кандидаты в клиенты и партнеры, начать с ними планомерный разговор с одним, потом со вторым, потом с третьим, потом с четвертым, потом с пятым. И хотя бы 10, 15, 20 человек каждый день, минут по 5, не более, с каждым пообщаться и пригласить себе на сайт, чтобы он посмотрел какую-то предварительную информацию и попал на презентацию, на тест-драйв, как у нас говорят в нашей компании. Вместо этого, вместо главной работы, которая ведет к результатам и к тем самым целям, о которых мы сейчас говорим, большинство людей по неизвестным причинам начинают переходить со страницы на страницу, читать почту, выполнять, отвечать в скайпе на звонки, перемещаться по разным чатам и там застревать на долгие часы, рассуждая на всевозможные темы, вовлекаясь в споры, в переговоры, в разговоры, давая всякие разные рекомендации совершенно ненужным тебе, чужим людям, вникая в их проблемы, показывая свою подготовленность, свой ум, свою красотищу необыкновенную, свой ум, талант и свою собственную гениальность, значит, хлестко подмечая недостатки других и ставя на место всяких грубиянов. И вот большинство, абсолютное большинство людей сидит там с тупой физиономией, а часы, тик-тик-тик-тик, и где-то здесь, внутри, в желудке, или здесь, в голове, а может, в сердце, я не знаю где, есть такая мысль, которая тебе говорит, что же ты, скотина, не работаешь, отрепляешь языком, у тебя долги, твоя жена ждет от тебя денег, а ты сидишь здесь и болтаешь, и занимаешься всякой фигнёй, вместо того, чтобы строить бизнес, в то время, как некоторые ребята уже зарабатывают по 5, по 7, по 10, по 15 тысяч долларов в месяц, начав этот бизнес меньше года назад, а ты все сидишь и со своей сотней долларов, которые ты заработал случайно месяц или два назад, все и сидишь, и сидишь, и сидишь в этом проклятом чате, делая умное лицо. Чего ты там сидишь? Несчастный, бедный человек. Ты купил на последние деньги бизнес-пакет, начал, стартанул в бизнесе. Ты вложил все, что было на занятые деньги. Ты вместо того, чтобы деньги отбивать, сидишь, трепляешь языками, языком. Ну, в чем дело? Это свойственно многим. Я сам себя ловлю на мысли, что вместо того, чтобы делать дело, я читаю всякую врунду. Увлекаюсь и читаю. Спохватываюсь. А потом снова ловлю себя на мысли, что я опять занят не тем, не делом. В нашей компании, в которой я работаю, если человек каждый день поговорит с 20 людьми, не отправит спам, стандартное, шаблонное предложение в пустоту, для того, чтобы вызвать раздражение и гнев у адресата, а поговорит с конкретным человеком, с которым он уже познакомился, раньше знаком, и тот его узнает, у них есть какое-то общение, поговорит хотя бы минут пять, послушает его, заинтригует и отправит на свой собственный сайт, то при таком подходе 10, 15, 20 человек в день. Я вас уверяю, статистика наша говорит, что при таком подходе в месяц подписывается 10, 15, 20 новых партнеров. При таком подходе, при наличии нашей, при наличии такой системы прав ТВ, как у нас, это приводит примерно к тысяче долларов в месяц на начальном этапе. Через полгода такой работы, ты, а, крупный специалист, крутой, сам чувствуешь, что у тебя прет все, и твой чек в неделю тысяча, две, полторы долларов в месяц. Потому что, потому что такой бизнес сейчас, потому что становление, потому что, потому что, потому что так работает, потому что я знаю, как это работает. Я знаю это по себе и по большому количеству своих партнеров. Но эти несколько часов, 4-5 рабочих часов в день, которые надо посвятить вот этому сегодня, большинство просиживают в чате. Более того, они просиживают гораздо больше. По 10, по 12, до 5 утра сидят и переговорятся. Потом спят, потом встают и как зазомбированные опять идут в место, понимая вот здесь, что они спускают свое золотое время в унитаз. Зачем я все это говорю? Абсолютное большинство людей знают и хорошо понимают, что я сейчас сказал. Так устроен человек. Даже будучи в долгах, будучи жутко мотивированным человеком, мобилизоваться и заставить себя каждый день выполнять то, что надо, очень непросто. Отсюда вывод. Наша работа в большей степени, наша работа, наш бизнес в большей степени состоит в том, чтобы привести себя в рабочее состояние и удержать в этом. Это наша работа. Это состояние рабочее само не появляется. Над этим надо работать. Над этим надо работать. Нужны волевые усилия, но на одной воле не прорвешься. Нужно что-то такое с собой делать, найти такие мотивационные рычаги, найти такой пинок, найти такую шило в одно место, найти такую информацию, найти такое воздействие эмоциональное, духовное, я не знаю какое, физическое, возможно, на себя, которое подходит вам, чтобы заставить себя и выполнить каждый день свою работу, пока это не втянется, не войдет в привычку и вы не втянетесь. И это важнейший кусок работы. Лично я, как я это делаю? Лично я, как и все, испытываю те же самые проблемы, но я нахожу в себе ресурсы, извлекая из себя ресурсы, мотивируя себя чтением книг, которые меня возбуждают. Меня возбуждают на работу книги, которые написали люди, достигшие результата. И когда я их читаю, я понимаю, кто я такой. Я понимаю, что мне надо пахать, пахать и пахать до их уровня. Ну, например, например, меня, я перечитываю книгу и не одну, и вообще все, что я знаю о Ричарде Брэнсоне, миллиардере английском, который владеет огромной компанией Virgin, которая включается в сотни бизнесов разных, и авиационные компании, и музыкальные, и железнодорожные, и книги, и музыка, и одежда, и мобильные телефоны, и огромный, огромный бизнес. Совершенно неординарный человек. Я когда на нем расскажу вам, я уже рассказывал, но еще надо обсуждать. И когда я читаю о нем, меня начинает трясти. И его книга, которая называется «К черту все, бери, сидел» и меня просто подрывает. И у меня хватает мотивации продержаться какое-то время. ну а потом найдите, ищите, ищите то, что подходит вам. ужасно, кошмарно, страшно, когда ребята, такие же, как и мы, точно такие же, обыкновенные, где-то сидят в тьму таракани за компьютером и работают, делают то, что надо. И у них идет процесс. А потом они выступают и рассказывают, а мой чек за неделю две тысячи долларов, а мой чек за месяц больше десяти тысяч долларов, а я заработал за полгода тридцать тысяч, а долларов, а у тебя по-прежнему долги, ничего не дают. и ты знаешь, почему, потому что ты просто сидишь, ты сидишь с умной рожей в чате. Берись за дело, просто берись за дело. Встань и начни.